Доброе утро, мы сегодня на базе И идем посмотреть, что там на море Море сегодня, конечно, бушует Будет красиво по улице, по нашим идем На этой улице домики все сдаются В аренду И отдыхающие Сами здесь садят И цветочки ухаживают Был сумасшедший рок-концерт Очень классно, очень весело Субтитры создавал DimaTorzok Силь соколиная И здесь Под покровом Не дать И разум Руки Груче, груче, груче Груче, 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 груче И здесь И здесь В околеты снега И росли мы Я Группа 7 продолжает. Любимая композиция гитариста группы 7 Влада Кириллова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я смотрю, аппаратуру не убирает. Наверное, что-то будет продолжение. Посмотрим, что и как. Не знаю, помогает ли моя шумозащита. Для того, чтобы было меня слышно. Сейчас я вам покажу и море. Мы находимся на северной стороне Крыма. И ветер северной стороны. То есть, война вся идет как раз в сторону берега. У берега здесь очень широкий пляж. Ну, наверное, метров 10 берега. Просто сейчас, вот, сейчас находится под водой. Бешеный прилив и очень сильная волна. Финалов водорослей. Конечно, что никто не купается. На улице очень свежий, прохладный ветерочек. В принципе, сегодня хорошее время для релаксации просто на берегу. Дышать свежим воздухом. И вот я вам покажу сейчас, что тут происходит. Чтобы вы понимали, вот тут вот таблички. Если их поснимали, они стояли примерно, вот, с метров, ну, 20, наверное, до воды. Сейчас часть берега просто под водой находится. Вот здесь такое, такое импровизированное футбольное поле. На песке футбол проходит. Посмотрим потом, как это все. Вчера здесь уже футбольный матч, говорят, был. Ну, и, конечно, пушующее море вам еще раз покажу. Ну, это все был берег. Вот это вот комка, которую сейчас нагоняет. В итоге море отступит, будет снова берег. И комка останется на берегу. Она высыхает, и вот таким вот образом потом служит мягкой подстилкой для отдыхающих. Пойдемте посмотрим дальше. Соседний пляж как там. Пляж бывшей Тавриды. В этом году что-то там тихо. Не знаю, в принципе, охрана есть. Может, кто-то и приезжает сюда отдыхать. Но такая территория пустует почему-то. Смотрите, что здесь. Здесь уже помельче. Здесь волна помельче идет. Просто накапываю. Открыли калитку. Похоже, здесь можно пройти теперь. Ограждено, но пляж как бы свободен. Можно на этом пляже отдыхать. И, я так понимаю, тоже есть какие-то сооружения интересные, как на Зефесте. На косе сейчас очень интересная будет погода. С одной стороны, вот такая вот волна будет. А с другой стороны, ну, здесь травы, наверное, думаю, будет поменьше там. А с другой стороны будет тихое и чистое море. Мы сегодня без машины, поэтому на косу мы, конечно, не поедем. Здесь погуляем. Покажу вам сейчас базу, как в этом году она выглядит. Вот это база у Джокера называется. Как мы видим, немножечко они там уже внутри что-то облагородили, сделали. Снаружи обычный пляж, как и был. Со стороны дороги зайти туда невозможно, только лишь по звонку. Вообще, позакрывались. Пляж открыт. В этом году все пляжи открыли. Вот недавно буквально все калитки. Как раньше, можно теперь пройти по всему берегу. По стерегущему вдоль до самой косы. Это приятно, это уже радует. Можно погулять. Сейчас пройдемте с вами и посмотрите, какой берег у нас здесь. Вот это Джокеры. И, кстати, я там была. В принципе, это старый пионерлагерь Рубин. Там ничего еще долго не сделали. Люди свои из прицепов попривозили автодома и поставили. В общем-то, и все пока. Это тоже база отдыха «Радуга». Здесь люди отдыхают. Есть очень хорошие дома из бревен, корпуса по разным расценкам. Вот это вот место мне действительно нравится. И детская зона, и очень приятный персонал. Дальше было все закрыто, была Таврида. Вот эти большие домики, все было под Тавридой. Теперь, смотрю, все кралитки открыты. Насколько они работают и сдаются дома, я не знаю. Но, во всяком случае, по берегу мы пройти уже можем. По пляжу с вами. Сейчас полностью прогуляемся вдоль всего берега и дойдем до нашей базы «Прибой». Наша база всегда была самой открытой, самой веселой. У нас там несколько баров, дискотеки. Постоянно проходят какие-то фестивали, танцевальные, музыкальные. На любой вкус. И этот год не исключение. Как мы видим, там уже тоже проходит шоу-фестиваль рока. Ну, и, наверное, еще что-то будет. Пляжный футбол и так далее. Смотрите, какие домики, какие улочки. Это раньше была база завода «Титан». Могли за часть цены здесь отдыхать рабочие. Это самая была современная база в 2000-х годах. С шведским столом, бассейном, с площадками для спорта. Здесь замечательные были навесы. Зачистился пляж. Но, как видим, сейчас что-то у них не пошло. Таврида ушла, я еще раз говорю. А замен пока ничего нет. Тут шестонги стоят. Возможно, как пляж здесь функционирует. Сдаются домики или нет, так сказать не могу. Это надо специально приходить и узнавать. Может быть, как-то спрошу. Мужчина ходит, сейчас спросим, что здесь происходит. А можно спросить у вас? База сейчас отработает? Не сдаются ни домики, ничего? А какие планы вообще? Чье это сейчас? Неизвестно. Просто открыли и все, и оно так вот стоит. Понятно, но пляж как бы обязаны открывать, да? Поэтому оно открыто. Но это приятно, потому что раньше всегда гуляли по берегу. Спасибо. Что будет с базой, неизвестно. Под охраной стоит и все. Вот там бассейн за изгородье. А нельзя, Таня. Это чужая частная территория. Пойдемте дальше, посмотрим, что здесь есть. Спортивная площадка. Дальше вот как бы тоже территория Тавриды. Но раньше здесь заканчивалась база Волна. И начиналась территория базы лагеря Лазурный. Мы видим, что здесь вот пристраивали какую-то сцену для проведения Тавриды. И есть такие спортивные площадки. Ну тут огородили как бы берег от моря. Но я думаю, нас планы ругают, если дети немножко поиграют на спортивной площадке. Тем более она просто стоит и ржавеет. Поиграйте, поиграйте. Вот такие вот сооружения интересные. Берег, конечно, чистился, когда все проводились, эти мероприятия. Тут приезжал президент. Были салюты, фейерверки каждый вечер. Большими автобусами привозили молодежь. Но сейчас мы видим, что это все пустует. Вот так вот, друзья. А дальше вот уже за тем забором это идет уже наша база прибоя, открытая абсолютно. И за ней чайка. То есть весь берег сейчас можно пройти. И я еще раз повторюсь, меня это очень радует. Должны приходить сюда те базы, те лагеря, которые будут открыты для людей. Потому что всегда здесь было дружно, всегда было весело. С одной базы переходили в другую. Открыты были все дискотеки. Люди менялись впечатлениями. Народ бродил, гулял по всему берегу. Ну, было очень позитивно. Последние года этого здесь нет. Надеюсь, что все заработает и в этой части. И народ будет снова гулять и веселиться. А пока пойдем дальше.